Виасад Спорт и Виасад Спорт HD продолжается история мирового бокса Ну и пожалуй, что мы сейчас переходим к самому известному бою в истории тяжелого веса Боя, который, кстати, дал Дону Кингу путевку в промоутеры Но мы переходим к знаменитой драке в Киншасе в Африке Мохаммед Али против Джорджа Формана Ну и Джо Фрейзер, естественно, тоже здесь присутствует Он выступает в роли Ринг-энонсера, такого своеобразного Ну вот посмотрите, как себя ведет Мохаммед Али В общем-то, ничего нового, конечно, нет Ну, а, конечно, это до некоторой степени любопытно Джордж Форман к этому моменту имеет 40 побед Он не побежденный боксер Ну а у Мохаммеда Али есть поражение от Кена Нортона В последних шести боях Которого Джордж Форман сумел отправить в нокаут Буквально совсем недавно Ну вот спрашивают боксеров Этого веса Почетных гостей Кто из них за что будет голосовать с точки зрения результата Ну и на самом деле Тут даже некоторые дискуссии возникают между самими боксерами Мохаммед Али Который не очень убедительно выглядел в последних своих боях Пытается Настроиться на вот этот знаменитый бой Разгуливает барингу Продолжает заглядывать в глаза Джорджа Форману Ну что, выглядит Джорджа Джордж Форман немножко таким перенастроенным В конце первого ряда Мы вернемся к Джорджу Мы вернемся к вам Ну я думаю, что это должно быть очень хорошая борьба И в какой-то момент Вы просто пришли к мне работать Как же это? Я пришел к нам Вдруг И смотрел к борьбе И я называю Блок 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 Ну, в следующий раз Вы получите 5 миллионов долларов Да, как же это? Хорошо Я не могу делать это Я люблю это Это хороший вопрос, да? Я люблю его, да? Я люблю его, да? Я люблю его Ну, я люблю тебя, Джорджа Ну что ж, небольшой структаж перед боем От Зака Клейтона Приплясывает в свою муглу Джордж Форман Все то же самое делает Мохаммед Али Успокоился немножко Немножко Форман Растяжку такую делает Ну что ж, вот теперь посмотрим Джордж Форман в красных трусах Мохаммед Али в белых Мохаммед Али в белых Джо Фрейзера, естественно, пригласили на этот бой для того, чтобы рассказать и про того и про другого Мохаммед Али в белых Ну потому что Джо Фрейзер, как минимум, очень много знает Ну и, пожалуй, что впервые за все это время, что мы транслируем архивный бокс У нас в таком виде находится рефери Больше похож на футбольного судью Ну, бывает и так Мощнейший удар Джорджа Формана Да, первый раунд точно за Джорджем Мохаммед Али Минута остается до окончания раунда Минута 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 Жесточайший раунд и самое главное, конечно, это то, что видят его зрители, ну не совсем те, которые, в общем, должны его видеть в Северной Америке. 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 Тридцать секунд остается в этом раунде. О, Али, кстати, огрызается из угла сейчас. Так что еще большой вопрос, кому этот раунд будет отдан. И вот здесь, из центра ринга, Мохаммед Али снова пробивает двойку. И даже так, уходя, с ринга смотрит, а как там воспринял оппонент ее. Для Джорджа Формана это не первая история, когда он боксирует за пределами Америки. Ну, связано это было в основном с тем, что промоутеры боев хотели уйти от налогообложения. Поэтому стали возить боксеров по всему миру. Собственно, у Джорджа Формана три последних боя с Фрейзером на Ямайке, с Хосе Романом в Японии и с Кеном Нортоном в Венесуэле. Поэтому для него бой в Кеншасе, в Заире, ну, в общем, не представляет никакой новой истории. У Мохаммеда Али немножечко другая все-таки ситуация. Али и так достаточно долго путешествовал после своей дисквалификации. После этого вернулся в Америку, проиграл Кену Нортону, победил. Кену Нортона, победил Джо Фрейзера. Ну и вот теперь приехал в Кенжасу. С Джо Фрейзером, кстати, в том же зам 1974 году Мохаммед Али боксировал в Нью-Йорке. И вот, мои движения, бросил оно его. Откры-lever- face. С Джо Фрейзером наш FeelsF épisode и с Джо Фрейзером поиграем. В Кенжасе, в моем месте забилını заставил его. Приконом, где-то гигарит прицеп, О'Кон, лечение бежала на смыли. В немало не видно, что Али бежала на свер – Али не видит ли на свер – Мохаммед Али, и по-откровым, али массив, с камрой на спорж, в Кенжас – Старается джебом Мохаммед Али встречать любую атаку Джорджа Формана Но на самом деле такое ощущение, что его устраивает вот это положение в углу Смотрите, сколько промахивается Форман И вот Али пробивает свою двойку Джон Дейли один из организаторов боя в прямом эфире И говорит о том, что Али выигрывает в одни ворота И для победы ему понадобится не больше четырех раундов Ну, наверное, каждый из вас имеет свое мнение Относительно того, что здесь происходит Мне так кажется, счет как минимум должен быть равным В эти секунды Но Джон Дейли, конечно, лучше знает, как работают судьи Пятый раунд Ну что, посмотрим, как события будут развиваться в пятом раунде Опять предпечатывает Форман и Мохаммеда Али к канатам Левыми хуками обмениваются сейчас оба боксера И Форман, посмотрите, начинает проводить атаки по корпусу Ну, все, что пробивает Джордж по верхнему этажу Приходится либо в защиту, либо промахи Ну, вот другой вопрос Какой эффект будут иметь удары, которые наносят по корпусу Приходится на верхнему этапу Один минуты остались в пятом раунде Это Джордж по верхнему раунду Али, это по верхнему раунду Форман вверх И Али сидит, что он не хочет Просто прижался уже к канатам Мохаммед Али Такое впечатление, что тронь немножко и он упадет Но у Формана пока не получается провести ту атаку, которую он хочет Более того, пропускает он встречную контратаку И очень мощный удар от Мохаммеда Али он пропускает И чуть ли не в нокауте находится уже Какая тяжелая работа для арбитра Мощнейшими ударами обмениваются Али и Форман Ну и, к счастью, для Зака Клэйтона звучит гонг Ну что ж, действительно это выдающийся бой Два выдающихся чемпиона в тяжелом весе Карьеру одного из них вынуждена Прервала, ну не то чтобы дисквалификация Это, наверное, неправильно будет звучать Отстранение, так скажем, от бокса Мохаммеда Али Прыгает с левым хуком вперед Форман Но промахивается И посмотрите на его лицо Сейчас, конечно, это сделать тяжело А вот когда Джордж Форман повернется к вам Или вот как сейчас Там уже проще разглядеть Результат ударов Мохаммеда Али На 20th of May Stadium Али backs up against the ropes Takes a low blow Not intended by George Foreman Flight left on the break by Ali Foreman has no steam in any of those punches And they don't need me to tell you that Ali leans on him Ali sits back on the ropes And tells Foreman to come in Foreman looks like, well, a bit arm-weary Until that right hand is trying to set Ali up Ali doing exactly what he's actually not supposed to do Leaning up against the ropes and taking the punches Of the heavy-hitting George Foreman Foreman doesn't really look to have that tremendous punch anymore But I'm sure that when he gets a little respite here As they're cruising a little bit now In round six That he'll be able to deliver the thundering, booming, rifling shots That he's capable of delivering at any time One minute left in round six Very strong Come on! As he's got in the way George Foreman George Foreman And, I think it's his biggest problem He's got to talk to him And we see that he's got to He's got to run To end each round And in the end Ali Ali Наносят комбинации, которые даже позволяют ему раунды выигрывать Ну вот, собственно, 30 секунд до конца раунда Давайте посмотрим, что будет происходить Ну, пожалуйста, да, Джордж Форбен вымахался И Мохаммед Али наносит ему встречный удар Ну вот, посмотрите, как арбитр вынужден вмешиваться Отталкивать буквально Джорджа Форбена от своего соперника перед началом очередного раунда Форбен понимает, что, при том, что он много времени проводит в атаке Но при этом все-таки проигрывает Одним из комментаторов этого боя был Джо Фрейзер Правда, телевизионные журналисты его постоянно перерубали Мешали ему высказаться Но при этом Джо Фрейзер достаточно Много выдал достаточно интересных прогнозов Определенную такую паузу взял Мохаммед Али Защита клинча И очень торопится Форман Совершенно непонятно для чего Джордж станет чемпионом мира Но произойдет это, конечно, гораздо Позже Чем он того ждал Второй раз, я имею в виду Уже в 90-е годы 30 секунд left В последней сезоне В последней сезоне Очень even fight Hard to tell exactly Who would be out in front Perhaps by a point Maybe two One way or the other Looks like Али Could be out in front With the punches That he's scoring To the head of Foreman Foreman Tries to sort it Which is Definitely showing some fatigue In the waning seconds In round seven Ну а к этому моменту Форман выиграл титул Джо Фрейзера Защитил его против Хосе Романа и Кеннона Нортона И посмотрите с чего начинается очередной раунд Али весьма недвусмысленно Контратакует Джорджа Формана Все-таки вот эта манера Формана вкладываться в удары Сверх всякой меры И она имеет определенные проблемы Приводит прежде всего к усталости Хороший правый кросс От Формана Но на Али это как мы уже видели не оказывает вообще никакого влияния Так вот если разбирать первые 7 раундов Возможно Форман и выиграл по чьей-то карте Большее количество раундов По моей скорее ничья Но вот эти тяжеленные удары Джорджа Они не имеют никакого смысла Они ни к чему не приводят В какой-то момент речь уже в комментарии этого боя В американском комментарии Заходит о том, что Али чуть ли не специально позволяет по себе бить Дабы побыстрее соперник вымахался Все-таки не надо забывать Что Мохаммед Али на 7 лет старше Джорджа Формана Али hanging on Getting away with it Getting away with it The left hand Take it on the side And Ali's cheek The left hook again On the side of the glove Right hand by Foreman Was not effective The right uppercut Did bounce the head a little bit His punches were not hurting Ali Ali just takes him Protecting his face At all times Does Ali Foreman throwing more punches Now Maybe this could be the tactic To let the man run himself Ну и с одной стороны Наверное опытнее Мохаммед Али Потому что Чуть больше боев И самое главное Есть опыт поражений Которая позволяет Оу-оу-оу Ничего себе Вот это нокдаун Для Джорджа Формана Мохаммед Али Начинает праздновать Свою победу Тем временем Форману не особенно Дают встать И тут И рефери И Какие-то робкие попытки Полицейских Это же не Америка Все-таки Дон Кинг Естественно Великолепно Нам знакомый Вот он здесь Ну пожалуй Вот этот Правый Да Был Правый Кросс Был Заключительным Ударом Который Опрокинул Джорджа Формана В ринге Вообще Что-то невообразимое происходит Причем Джордж Форман Уже давно С ринга ушел Ну вот наконец-то Появляется в ринге полиция Только она не очень понимает Что делать Потому что форма В ринге уже нет Ну что ж Вот таким образом Мохаммед Али Проводит Один из самых Знаменитых боев В своей карьере Сейчас кстати Есть возможность В интернете Посмотреть Как выглядит Стадион 20 мая В Кеншасе В наши дни А вот А вот Форман Кстати Он пока еще Никуда не ушел Джордж Форман Тот Кто Тот И Инвенциб Я думаю Он Тот Сейчас Начинает Уходить Мохаммед Али Ну, разумеется, вселенский беспорядок, как только и могло быть в Киншассе. Разумеется, Мохаммед Али по полной использует сейчас то, что он бьется в черной Африке. Он проглашает себя ее символом. При том, что перед боем у него даже с Джорджем Форменом возникали вопросы по этой теме. И где-то там на Джо Фрейзера нападают зрители. Нападают, напрыгивают буквально, требуя, чтобы он немедленно дал реванш Мохаммеду Али. Ну, в общем, то, чего Али добивался, стать героем Черной Африки, он и добился. Да, довольно забавно выглядит вот эта процедура, как уводят Мохаммед Али в раздевалку и то, что вообще здесь происходит. Али там решил у нас в трибуну залезть еще. Ну, пока не очень понятно, что происходит. Но Али все-таки выиграл этот бой заслуженно. Мохаммед Али снова становится чемпионом мира. Именно это был настоящий бой за звание именно чемпиона мира, а не North America Boxing Federation, как было в предыдущем бою с Джо Фрейзером. Ну, и вот смотрите на эту победную комбинацию Мохаммеда Али. Мощный удар в правый висок. Дальше левый, но и правый, который, в общем-то, практически заканчивает бой. Ну, и вот тут уже Джордж Форман, конечно, не контролирует себя. Ничего сделать не может. Ну, и вот посмотрите реакция Мохаммеда Али. Как он обнимается с своим тренером, Анджела Данди, как он обнимается с менеджерами. Ну, что ж, Мохаммед Али вернул себе то, что принадлежало ему всегда, как он считал. То, что он проиграл в бою с Джо Фрейзером в 1971-м. То, чего его лишили в 1967-м. Ну, и впереди у него, как полагает сам Мохаммед Али. Выдающаяся и очень счастливая карьера. Ну, и вот еще раз вспоминаем мы, как это все произошло. Джордж Форман, конечно, очень устал от своих ударов, которые он дико вкладывался и которыми он промахивался. Вот сейчас еще один удар был, которым он промахнулся. Это, в общем, урок определенный того, что бокс – это не только сила удара. Бокс, это еще умение терпеть, ждать и находить свой шанс. Да, ну вот так выглядит пресс-конференция Мохаммеда Али. Это довольно смешно. Мохаммед. 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 Ну вот Али, естественно, начинает издеваться над своим соперником, начинает издеваться над всеми будущими соперниками. Всем критикам объясняю, что он не Листон, но объясняю, что я лучший во всех временах. Я не танцую, я умею бить, и вы только что узнали, как именно. Все это очень похоже на те истерики Али, которые были после его первых боев. Ну и поэтому не вызывают большого доверия к себе, но Мохаммед имеет право на них. Он победил чемпиона.